Общий сбор устроили у океана. Туда стянулись все, желающие помочь в поисках девочек. Общественники регулярно с момента пропажи детей проводят подобные рейды по городу. Ну а как можно не принять участие, если решается жизнь детей? Я считаю, что в такой ситуации никто не может оставаться равнодушным. И от количества и качества действий людей, которые принимают участие, зависит жизнь или здоровье детей. В этот раз решили прибегнуть к помощи поисковых собак. Аккенологи получили от родителей Насти пакет с ее вещами. У мамы и папы одной из девочек в глазах абсолютная боль и растерянность. Но также еще и надежда. Люди, решившие помочь в поиске, стараются эту надежду поддержать. Ну я считаю, это проблема, которую нельзя обходить стороной и касается всех севастопольцев. Такое горе может произойти в каждой семье, поэтому нельзя оставаться равнодушным. Перед началом поиска решили разделиться. Каждый наметил свой сектор. Одни направились в подвалы домов, другие осматривали придомовые территории. Кинологам достались гаражи и прилегающие дачи. Посмотри. Да, вот это надо искать. Задача для собаки, пусть даже поисковой, конечно сложная. Уловить запах человека по одной только вещи, при условии, что она одевалась достаточно давно, кажется невероятным. Но только не для чуткого собачьего носа. Это возможно, даже невзирая на погодные условия. Если это в достаточно непродолжительное время назад произошло, то есть где-то сутки, то вполне реально. Правда, вот с утра прошел дождь. Вероятно, все уменьшается. Но мы пытаемся пройти каждый гараж, каждый уголочек, каждую пещерку, каждый люк, чтобы был какой-то результат. Осмотр начали с гаражного кооператива «Мечта». Таша и Хонда приступили со всей ответственностью. Собаки не умеют лукавить. Если надо работать, будут на полную мощность. Обнюхивалась каждая дверь. Кинологами опрашивались все встречные. За несколько часов поиска удалось обнаружить много чего интересного. Причем некоторые вещи у лейтенанта милиции вызвали вопросы. Но не по этому делу. Ребятам, искавшим в подвалах домов, тоже кое-что удалось обнаружить. Осмотрели подвалы, нашли некоторые подозрительные вещи. Сейчас ждем собачек, чтобы с ними пройти и детально более осмотреть местность. Поиск пропавших девочек продолжился до поздней ночи. Лариса Раевская, Павлина Горкуша, программа «Наше время».